Рено Каптюр автомобиль весьма приятный, хотя и не лишенный недостатков. Например, здесь явный дефицит подстаканников. Вот этим флажком невозможно изменить направление потока из дефлектора по вертикали. А несмотря на то, что платформа B0 подверглась модернизации, регулировки руля по вылету по-прежнему нет. Но Рено Каптюр придумали не для того, чтобы поразить покупателя повышенным удобством. Эту машину изобретали прежде всего дизайнеры. И изобретение получилось крайне удачным. Кстати, о красоте. Здесь есть новости. Для тех, кто считает Каптюр недостаточно симпатичным, теперь появилась опция под названием Ателье Рено. Ну, на самом деле, никакого инт-пошива в этом Ателье нет. Просто появилась возможность, истратив сравнительно небольшую сумму денег, брызнуть рыжим цветом на диски, зеркала, крышу, дверные молдинги и фальш-радиаторную решетку. Конечно, это возможность для компании заработать дополнительные деньги, для клиентов показать собственную нежадность. Но самое-то любопытное, что подобные явления символизируют весьма интересный тренд. Мы уже привыкли к тому, что опции вроде системы стабилизации, камеры заднего вида или даже датчиков парковки постепенно перемещаются из премиального сегмента в более доступные ценовые категории. И вот теперь нечто подобное происходит с элементами стиля. Конечно, Ателье Рено – это не совсем тот уровень кастомизации, который предлагает Мини или предлагал в свое время Опель для модели Адам. Там были миллионы вариантов декора, а здесь всего три экстерьерных опции, которые можно дополнить оранжевыми акцентами в интерьере. Причем при выборе придется столкнуться с ограничениями как по минимальной комплектации, так и по цвету. С точки зрения маркетологов и дизайнеров Рено, оранжевый лучше всего сочетается с оттенками серого. Кстати, Каптюр можно купить не посещая дилера через онлайн-шоурум, и 120 человек из первых 3000 покупателей поступили именно так. Но главным поводом для новой встречи с Каптюром стало появление модификации с мотором 1.6, передним приводом и, самое главное, новым вариатором. Очень может быть, что именно такая версия и будет пользоваться наибольшей популярностью. Мотор 1.6 развивает 114 лошадиных сил и 156 ньютон-метров крутящего момента. Цифры эти абсолютно не впечатляют, и это как раз тот самый случай, когда впечатление от цифр полностью совпадает с впечатлениями от езды. Мотор абсолютно неспешный, если не сказать ленивый. Но это как раз то, что нужно для того, чтобы запрячь в одну упряжку с новым вариатором. Клиноременный вариатор с фирменным названием X-Tronic – результат эволюционного развития агрегатов, которые Альянс Рено-Ниссан уже использует на десятках моделей. В случае с Каптюром заказать такую коробку можно только с приводом на передние колеса. Явный намек на сугубо асфальтовую природу новинки. Как и положено современной трансмиссии, этот вариатор умеет работать с фиксированными передаточными отношениями, и для этого даже предусмотрен ручной режим. Все традиционно, и вот этих псевдопередач ровно шесть. Их можно перебирать вручную, действительно, но только зачем этим заниматься в городе, не совсем понятно. Потому что даже на второй развивается скорость более 90 км в час, что ставит водителя вне закона. Гораздо интереснее другая особенность вариатора. Стоит продавить педаль более чем на треть, и коробка опять переходит в режим работы с фиксированными передаточными отношениями. Только на сей раз их уже не шесть, а восемь. И сделано это, если верить создателям, ради того, чтобы ощущения от езды были более драйвовыми. Но любой человек, который ездил на классическом восьмиступенчатом автомате компании Цанрад Фабрик, который ставят, например, на автомобиле BMW, знает, что если передать восемь, ощутить их переключение практически невозможно. И эти современные автоматы очень похожи, сюрприз-сюрприз, на вариаторы. Так что, отдавая должное изобретательности создателей новой бесступенчатой трансмиссии, приходится признать, что с точки зрения эмоций, удовольствия от вождения, этот агрегат возбуждает не больше, чем цифра 13. Именно на столько секунд придется потратить на разгон с места до сотни. Бесступенчатые коробки покупают, конечно же, не ради драйва, не ради ускорений. Такая трансмиссия должна быть минимально раздражающей для водителя, как при использовании, так и во время подсчетов денег, потраченных на топливо. И первую проблему решили блестяще, применив для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии гидротрансформатор, такой же, как и на традиционных автоматических коробках. Аналогичное решение применяют инженеры Тойоты, и это правильное решение, потому что оно позволяет контролировать скорость автомобиля, например, в заторах, при помощи всего лишь одной педали, левой. Именно ее чаще всего и будут использовать жители мегаполисов, которые на оперативный простор вырываются разве что по выходным и праздникам. Впрочем, и на пустой дороге Союз Каптюра и Вариатора назойливым не становится. И даже на интенсивных разгонах песнь двигателя абсолютно не напрягает слух водителя. А все потому, что инженеры, видимо, о чем-то догадываясь, поработали над шумоизоляцией моторного отсека. Двигателя в салоне практически нет. В итоге вариаторный Каптюр стал тем, чем и должен был стать. Стильным транспортом, способным неспешно перемещать водителя по городу, даже если зимой этот город превратится в полосу препятствий. При клиренсе в 205 мм и цене в миллион с небольшим хвостиком, за версию с датчиками парковки, цветным тачскрином и навигацией, в конкурентах у него только ближайший родственник Дастер, Форд Экоспорт, да еще Хендей Крета, который только-только появился на рынке. Кто окажется успешнее, зависит от потребителей. То есть от вас.